Приветствую вас, друзья! В этом видео я вам расскажу, как использовать плавильную печь в игре под названием Seven Days to Die. Итак, для начала нам, конечно же, нужно скрафтить саму печь, сам горн. И для крафта нам понадобится 50 камней, 50 глины, мехи и короткая труба. Теперь давайте разберемся, как использовать саму печь. Итак, мы подходим, нажимаем клавишу E для использования. И справа у нас появляются дополнительные окна. Первое окошко — это окно с инструментами. Туда мы можем поместить наковальню, затем штангенциркуль, и в последнее окошко мы можем положить набор с инструментами. Все эти инструменты вам понадобятся для уникального крафта. То есть некоторые отдельные рецепты будут требовать определенные инструменты. Например, стальной наконечник стрелы требует штангенциркуль. Перейдем ко второму окну — это окошко с топливом. Думаю, здесь все понятно. Загружаем топливо и нажимаем включить. Следующее окно предназначено для, собственно, переплавки. Туда вы должны загрузить основные ресурсы, например, фрагменты железа и, например, глины. Как только вы загрузили ресурсы, переплавка начнется автоматически. Как видите, в этом окне справа ведется статистика, сколько мы переплавили железа, сколько мы переплавили глины и других ресурсов. Например, можно переплавить также свинец. После того, как достаточное количество ресурсов переплавилось, вот, например, у нас имеется 125 железа и 158 глины, вы, наконец, можете изготовить нужный вам предмет. Например, из 10 переплавленного железа и 5 переплавленной глины мы можем изготовить один слиток железа. Или, к примеру, слиток стали. Выбираем нужный нам предмет, указываем количество, конечно же, и нажимаем смелт. И после изготовления предмет у нас появляется в последнем окошечке, откуда мы сможем его забрать и уже крафтить, например, какие-нибудь инструменты. Что ж, а на этом все. Надеюсь, этот гайд был для вас полезен. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.